всем доброго дня кратко о моей биографии но кому не интересно сразу переходите во вторую часть где вам будет больно я родился в нескольких километрах от близкой крепости через 15 лет после окончания второй мировой войны да именно мировой они некой великой отечественной про которую всему совку до сих пор впаривают для нас точнее для моей матери бабушки дедушки и других родственников война началась сентября тридцать девятого года когда два кровавых брата сталин и гитлер уничтожая все на своем пути особенно лютовали большевики напали на польшу а брест литовск был польским городом захватили город и крепость празднуя первую победу на центральной площади целуясь в десна и крепко обнявшись двигались огромным парадом по улице которые позже переименовали в улице ленина и поставили его статую на пьедестал я живу уже много лет недалеко от этой улицы и часто проезжаю или прохожу по ней и каждый раз перед глазами в расположение советских войск прибыли представители германского командования командующий кавалерийским корпусом комдив товарищ еременко уточнил в беседе с немецкими офицерами порядок дальнейшего продвижения советских и германских частей границы обоюдных государственных интересов СССР и германии командир пулеметной розы товарищ бабаев несколько часов назад вырвавшись вперед четырьмя пулеметами он проявил исключительный героизм уничтожив в горячей схватке большую группу польских офицеров хотя конечно это не совсем та тема которая в моей повестке тем не менее как говорится на злобу дня не могу пройти мимо так вот когда мне было уже около 10 лет мы с друзьями часто ходили в крепость которую только намечали сделать мемориалом тогда же я занимался в авиакружке при дворце пионеров кроме действующих моделей самолетов мы конечно делали модели ракет которые тоже запускали и для их двигателей в крепости добывали трубчатый порох которого там было навалом в 12 годам появилась необходимость обзавестись неким металлоискателем для продолжения поисков в крепости и окрестностях заброшенных бетонных дотов и казематов у нас тоже было полно а кроме того очень хотелось сделать радиоуправление для моделей самолетов занялся электроника и стал собирать различные схемы но конечно не было ни приборов ни оборудования ни запчастей а главное строго было с радиопередатчиками за несанкционированное изготовление использование можно было загреметь под статью тем более город пограничный поэтому записался еще в радиокружок при том же дворце пионеров после 12 лет где были соответствующие разрешения пришел я туда уже со своими наработками руководитель радиопружка по совместительству руководитель авиа и директор дворца уже зная меня и глянув на мои наработки сказал что мне тебя учить нечему дал запасные ключи от помещения кружка и сказал приходи в любое время пользуйся всем что тут есть я оправдал его доверие за последующие пять лет принес кружку несколько медалей с в днх и множество призовых мест на всех радиовыставках от местных до союзных даже одну работу посылали на мировую выставку только вот зеленые экологи тормознули а будучи старшеклассником даже подменял руководителя по мере его занятости в семьдесят седьмом году сразу после школы пошел работать на радиоэлектронный завод с военным уклоном на 80 процентов но ради кружок не оставил и когда исполнилось 18 лет устроился на пол ставки и и руководителем проработав в таком варианте около шести лет до восемьдесят шестого года не считая службы в армии тогда же восемьдесят шестом открыли границу и тут же с ребятами создали кооператив первой десятки сразу стал ездить служебной командировки варшаву поэтому с руководителя радио грушка уволился продолжая работать на заводе так вот устроившись на завод в один из цехов в семьдесят седьмом году я стал работать измерителем электропараметров на участке изготовления самых различных трансформаторов катушек и других намоточных изделий на переднем плане видна проверяемая продукция а на заднем намоточные станки а это стенды позади на которых мы проверяли все намоточные изделия заметив мою бурную рационализаторскую деятельность по улучшению параметров изделий и измеряемого оборудования меня через полтора года пригласили в отдел метрологии фактически на инженерную должность регулировщиком кипа но в конце семьдесят девятого неожиданно забрали в армию хотя год до этого комиссовали из-за плоскостопия сработала демографическая послевоенная волна был огромный недобор но там я тоже не затерялся и после учебки на радиосвязистов вновь проявив свои умения меня заметил один ушлый майор с особо секретной части забрав с собою там я стал начальником радиомастерской на должности прапорщика по сравнению с другими срочниками катался как сыр в масле прямом смысле был неприкасаем даже собирались мы фотографии повесить на доске почета в штабе забайкальского округа опять же за творческую деятельность для чего я вам это все рассказываю просто хочу подчеркнуть что меня в технике и электронике никто никогда ничему не учил до всего дошел и научился сам я не испорчен лживыми догмами тех кто называет себя учеными или некими инженерами с высшим образованием мне не забивали мозг бессмысленными теориями формулировками сам по себе выбирал только то направление развития который считал правильным а не то что другим выдавали за истину мне повезло свое время с заводом где развив бурную творческую деятельность уже в отделе метрология на меня обратили внимание в скб завода и стали уговаривать перейти к ним на должность инженера конструктора причем в творческую спецбригаду занимающиеся инновациями там я тоже натворил дел отчего было присвоено звание изобретателя ссср и звание самого активного молодого изобретателя республики но в разгар перестройки инженеров завода как и во всем ссср стали давить новым постановлением цк кпсс где было указано что высшее образование должно соответствовать профилю то есть если у тебя физмат то конструктором по электронике ты работать не можешь куда уж с моим средним в общем пошли перестановки должностей меня перелив техники как бы временно уговорив если заочно поступлю в институт то восстановят поступил заочно в мрт и целую команду с нашего завода снарядили когда ездили в минск на сессии то закупали весь плацкартный вагон три года я там промучился но восстанавливать не спешили в то же время завод стал деградировать из-за конверсии и я понял что нужно уходить тем более у меня уже была своя фирма и налаженные связи с польшей но там был уже сам себе директор вероятно сильно утомил так что остальную часть биографию продолжать не буду хотя была довольно бурная вернусь на пару минут школьные годы когда подошла физика и я уже был изрядно подкован по всей тематике как механики так и электрики у нас была учительница так называемая старая дева конечно родившиеся до войны и наверняка понаехавшая так как в нашем городе после войны выжили только пятая часть населения из 85 тысяч осталось только 17 но уже было начало семидесятых жителей стало около ста тысяч и даже четверть века спокойной жизни не прибавили ума той учительницы она была настолько глупа что вела уроки строго по методичке мы были обязаны разубривать школьный материал слова слова и выпаливать на занятиях шаг лево шаг право но вы знаете я был противник такого подхода это же не литература тем более в эти учебники особо ты не заглядывал так как там был материал я не для меня на уроках глядя как она пытается нам дать некие знания в которых сама же абсолютный тормоз от того видна была вся ее бесполезность я постоянно ее троллил отчего она не раз залившись слезами сбегала с уроков даже директор на меня жаловалась мне эти эпизоды до сих пор одноклассники напоминают уже тогда я был сильной растерянности понимая какие все на самом деле и применяя эффективно на практике я не хотел принимать эти ложные нарративы и бессмысленные теории которые явно не сходили с действительностью но которые нам пытались навязать через довольно тормознутых учителей которые в большинстве сами не понимали чему нас учили в итоге в школе меня не смогли сломать дремучестью физических теорий как кстати и в институте когда мне прошедшему огромнейшую творческую практическую деятельность пытались вдолбить заплесневелые обучение с пятидесятилетним опозданием заставляли изучать мертвые языки программирования типа фортранка бол сбивая написанные программы на перфокарту для считывания если в 10 20 который ломалась и зависала каждые 10 20 минут или как на лабораторных занятиях нам давали задание описать работу электромеханической печатающей машинки сделаны еще в сороковых годах и мы у себя на заводе разрабатывали целые комплексы с микропроцессорным управлением на языках типа паскал или си плюс а тут машинка печатающая конечно описать ее работу мне хватало пяти минут что очень не нравилось преподавателям так как все остальное время меня домогались другие студенты особенно девушки они же в основном на работе чай заваривали да бумажки оформляли а тут некую технику описать надо опять же в том же институте все остальное было на том же уровне дремучим и ложным с дешевым интриганством в итоге уходя с завода восемьдесят девятым я конечно забросил и институт так как кроме потери времени он мне ничего дать не мог а у меня налаживались довольно серьезные перспективные дела в сфере электроники и по моей фирме но в середине девяносто первого года у меня возникли очень серьезные проблемы со здоровьем двухстороннее воспаление легких с фатальным осложнением я на полгода слег и боролся за существование врачи ничего не смогли сделать кроме как создать еще большие проблемы с моим организмом в итоге окончательно разуверившись в их компетентности я на последней надежде по случаю попал на курсы по биоэнергетике в сочи обучался там в январе феврале на начальных и июне уже на высших курсах в девяносто втором году где кстати нам рассказали про план который должен был быть осуществлен через 30 лет то есть 2022 году про февраль нам не уточняли но все как то так совпало и да про этот эпизод я вам рассказывал три года назад начале пандемии тогда же я предположил что борьба с всемирной заразой это только проверка боем основная же заварушка будет впереди особенно на совковой территории что как вы уже знаете и вышло с точностью до месяца добавлю только что по полученной тогда информации сегодняшние события только начало то что уже произошло еще не главное самый трэш начнется ближайших пару лет да кстати относительно трэша недавно на 9 мая мне забанили стрим который был записан в марте двадцатого года в самый разгар безумия я это стрим разместил телеграме ссылка будет под роликом это я к тому что все из начала двадцатого года из событий начала прошлого года и нынешняя зачистка информационного поля это происходящее извини одной цепи подготовка к основному безумию но я чуть-чуть отвлекся моем вышеописанном посыле основа в том что я никогда не принимал вранья и всю свою сознательную жизнь боролся с ложью и невежеством возможно кто-то помнит что лет пять назад я публично дал слово бороться с обманом и мошенниками в то время у меня половину роликов было про разоблачение разных аферистов но последствия пандемии заставили начать борьбу с глобальной угрозы думаю мой вклад в эту эпопею не прошел даром и тысячи спасенных жизней будут благодарны даже не считая моих личных разработок типа посоха жезла гибрида и всякого другого но допустим широкая реклама запатентованного комбиозонатора разработанная командой валентина дандорфа с моим скромным участием позволили многим радиолюбителям повторить во множестве устройства и соответственно спасти тысячи и тысячи заразившихся один из реальных примеров как вернул одного безнадежного больного с того света вероятно скоро в подробностях опишу а еще продолжение этого выпуска я постараюсь хоть немного привести в чувство тех кто болен технократии демагогии и заражен лживой догматикой и выбью дури из тех кто ведет вас болото как некогда сусанин приготовьтесь лечение будет тяжелым и болезненным демагогии 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы вам спалось тревожно перед избиением Я уже неоднократно вам показывал примеры свечения прямо в руках суперновых индикаторов Их чувствительность я подобрал такую, что даже при малых мощностях и вихревой энергии индикаторы светятся просто в пространстве Если одной рукой прикоснуться к одному из изолированных излучателей посоха А в другой руке вытянуть такой индикатор в любую сторону Достаточно даже вот такого излучателя Вентилятор я выключил, вы все знаете, что это за устройство И неоднократно видели такой индикатор у меня в пользовании Напомню только, что здесь 6 светодиодов 3 в одну, 3 в другую сторону И технические характеристики этих светодиодов Пороговые номинальные Где-то 2,7 вольта При этом они в номинале именно светятся При токах более 100 микроампер До 1 миллиампер И вот в таком виде, вот примерно в таком свечении Где-то ток через них проходит Около 30-50 микроампер На каждое плечо Но если смотреть по падению напряжения То около 2 вольт То есть 6 вольт Где-то вот так должно быть В одну-другую сторону И вот примерно в таком виде оно будет светиться Значит, достаточно тут и вот этого Прикосновения, чтобы, как видите Вот разные обкладки я трогаю Сделаем вот так К сожалению, камера не передает Всей красоты этого всего И вот я могу прикоснуться к обкладкам К этим, к этим Без разницы тоже вытянуть руку в любую сторону И как видите, все оно светится Можно это взять как угодно Тоже вот туда-сюда балансировать В одну сторону, в другую И вот оно все светится Та же, как и от посоха Но, как я вам уже объяснил Что вот здесь вот поверхность изолирована Я не касаюсь напрямую Гальванически Вот к этим обкладкам То есть металла я не касаюсь Это все изоляция То же самое и с посохом Я через изоляцию беру какую-то обкладку И во все стороны могу индикатором Посох в одну сторону Индикатор в другую сторону Вот я на улице так уже сколько раз делал Все абсолютно, что можно поставить Можно над собой Под собой Как угодно, что угодно делать Но индикаторы будут светиться И это уже вроде как Я много раз показывал Уже все понятно Ну а теперь другая история Сейчас тут нет нигде Никаких высоковольтных Мощных источников И даже слабых То есть Вихревая энергия Здесь абсолютно нигде Ничего не используется Можете это вот Обратить внимание Могу выключить опять же свет Как видите Нигде ничего нет Но Опять же в руках у меня ничего нету Как видите Но что Я касаюсь Двумя руками индикатора И он начинает светиться Я вам не зря говорил Про какие-то напряжения Токи То есть тут проходит Около сотни микроампер И как минимум должно быть 6 вольт Амплитуды И больше Как видите Вот так вот Еще раз повторяю Оно не светится Светится только тогда Когда я касаюсь Вот так И так Главное что я касаюсь Двумя руками Вот почему это происходит И каким образом Я этого добился Причем Именно на таких индикаторах Нигде ничего другого Вы подобного Не увидите Это Решать вам Подумайте Если Кто-то что-то как-то Ответит Догадается Ну или будет Достаточно Интересно В эту сторону Я Этот секрет Конечно Открою Ну все Спокойной ночи Кто это смотрит Вечером Всем счастливо Субтитры сделал DimaTorzok